Книга «Открытым оком». Тема священства. Том 16. Вопрос 3077. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. То же самое пришло на замену главному. Храмы, мощи, иконы, чудеса, канонизации. Вот как рассматривать можно эти вопросы. Из интернета. Цитата открывается. Фигура патриархийного, в кавычках, диссидента отца Дмитрия Дудко в 70-х годах явилась тем камнем преткновения, который окончательно показал различные отношения к теме патриотизма в самой РПЦЗ. Первые, подобно святелю Филарету Вознесенскому, наставили на необходимости верности РПЦЗ патриотизму новомучеников, патриотизму катакомбной церкви и небесной России. Их оппоненты, в первую очередь архиепископ Антоний Женевский, чьим протеже, по сути, и являлся отец Дмитрий Дудко, настаивали на необходимости, цитата, иметь то, что имеешь. И говорили о том, что, в кавычках, русский народ, цитата, даже и в МП сохраняет Божью благодать. В случае с русским патриотом отца Дмитрия Дудко РПЦЗ столкнулась с настоящей и хорошо организованной духовной провокацией. С провокацией, которая имела уже в 90-е годы продолжение в виде союза епископа Варнавы с патриотической организацией «Память» и другими подобными структурами, вовлеченными в контакт с РПЦЗ, с провокационными целями для ее дискредитации и провоцирования в ней духовного раскола. Провокациями, которые продолжаются по сей день через патриотическую риторику французского духовенства, которая в 70-е годы не уставала восхищаться Дудко и печатать его труды, а ныне, много лет спустя, даже видя, к чему привела подобная политика, большую часть зарубежной церкви принципиально не изменила своих экклесиологических позиций. Но карты раскрылись, и мы можем видеть плод подобного патриотического подхода в прямых апологиях Сталину, который создает ныне сия знаковая фигура этот сергианский лже-священник, лучший из лучших и достойнейший сын России с точки зрения изменников веры святых. Сейчас мы снова можем убедиться в том, кто именно исторически был наиболее преемственен всему курсу первоиерархов РПЦЗ, митрополита Антония, Анастасия и Филарета, и кто, напротив, продолжает не делать выводов из цепочки собственных предательств данного курса, дорожа своей молитвенной связью с великим удерживающим и авовой зарубежной церкви архиепископом Антонием Женевским, кто продолжает, вопреки сомну чистых и предельно внятных голосов российских святых, тянуть обломки РПЦЗ в бездну сергианства и ложного патриотизма, окончательный и бесповоротный путь в омут духовного небытия для РПЦЗ. Свидетель Филарет Вознесенский из письма о деле отца Дмитрия Дудко, 1080 год. «Когда митрополит Сергий обнародовал свою преступную декларацию, от Советской Церкви сразу отделились верные чадо церковные и создалась катакомбная церковь, а она, в свою очередь, анафематствовала официальную церковь за ее измену Христу. И вот в этой-то церкви лукавнующих протекала деятельность отца Дмитрия Дудко, который в печати прямо заявил, что с Советской Церковью не порывает и остается в ней. Если бы его духовные очи были открыты, и он видел истинную природу официальной церкви, то, вероятно, нашел бы в себе мужество сказать «возненавидях церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду». Осмелится ли кто-нибудь утверждать, что Господь и Его благодать пребывает в церкви лукавнующих, которая восхваляет Его осатаневших врагов и сотрудничает с ними, которая за это находится под двойной анафемой, как указано выше? Может ли быть благодатная церковь, которая объединилась с богоборцами? Ответ ясен. Архиепископ Антоний Женевский. Открытое письмо к отцу Дмитрию Дудко. 1979 год. Цитата. Спешу утешить вас тем, что часть русской церкви, свободная за границей своей родины, никогда не считала официально признанную в СССР московскую патриархию безблагодатной. Мы никогда не дерзали отрицать благодатность официальной церкви, ибо верим, что таинство, совершаемое священнослужителями ее, суть таинства. Поэтому наши епископы принимают в зарубежную церковь ваших священнослужителей в сущем сане. Нееме 1.8 Если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народу. Оставили чистое слово Бога Живого и судят об одном деле архиереи совершенно по-разному. И не совсем, и не во всем верно. Деяние 27.21 Павел, став посреди них, сказал Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Московская патриархия плоть от плоти и кость от костей тоталитарного сталинского режима. Лука 6.40 Ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Исайя 28.7 В видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Подозрительность – великий недостаток, неверие, сомнение в чем-то и кому-то. Если вы встречались с ней когда-то, то знайте, что станет не до шуток. Мы слышали, что Ева первая вошла в реку сомнения и не кому-то, к Богу. И жар любви сердечной превратился в шлак, сам семиглавый змей опутал бедные ноги. Быть может, с подозрением и Адам в слова жены вдруг поумневший крик вникнул. От дерева познания добра и зла к постам, к канатам будущим оттуда тянем нитку. Из подозрения шальная в злобе ревность, страшнее ада, жуткая, как смерть. Еще вчера, обнявшись, дружно грелись, но взорвана котельная гора золы теперь. Давид, геройствуя, старался для отчизны. В прощу искусство с камнем заложил, но царь Саул через иную призму рассматривал победу и точил ножи. Девицы, женщины, воспели в хороводах красавцу-пастушку хвалебный гимн. Ладья царя неслась через пороги, пока до времени в той лодке был один. Но подозрительность осталась на века. В примерженцах, кормящихся достойно, не дрогнула у ирода рука. С ног подозрительности и поныне тонет. Открытость и доверие к друзьям, рассказы о поездках заграничных, сближают и роднят. Иначе и нельзя. Приходится рассказывать нередко и о личном. Святая инквизиция, гестапо КГБ. По подозрению хватали, признание добивались. С крестом, с панагией и в галстуке кобель. Рычал, хватая, позабыв про жалость. 2 апреля 2006 год. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин.